Под звуки затворов от аппарата им вручают награды. В специальной коробке с удостоверением юбилейный знак 80 лет городу Реутов. Сотрудников одного из крупных российских банков удостоили памятными знаками за многолетний добросовестный труд. Среди награжденных начальник отдела, менеджеры и директор среднерусского регионального филиала Сбербанка. У нас традиционно проводится большое количество встреч и мероприятий. И вот в этом году тоже проходило мероприятие, посвященное 80-летию города Реутов, 65-летию со дня размещения в городе импломашиностроения. Мы делали памятные медали Дню города в честь 80-летия, вручали нашим самым заслуженным людям. И сегодня я бы хотел тоже отметить наше взаимодействие. Представители банка сообщили о том, что они обслуживают 99,9% зарплатных проектов муниципалитета. А вскоре планируют охватить и все 100. А еще предложили обеспечить Реутову доступ к экспериментальному интернет-сервису. И речь идет вовсе не о финансах. Федеральный банк предлагает помощь в диагностике коронавируса при помощи технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что врачи будут загружать снимки КТ легких на сайт финансовой организации, а минут через 10 получат их расшифровку. Искусственный интеллект сам определяет степень заражения ковидом у тех людей, которые сделали снимок КТ. Такую услугу можно сейчас получить в Ногинской центральной районной больнице. Мы планируем на этой неделе вместе с главой городского округа поехать на встречу в Реутовскую больницу, рассказать об этой услуге. Могу сразу сказать, что эта услуга для Реутовской больницы будет совершенно бесплатна. Это для врачей и нашего населения в поддержку борьбы с ковидом. Кроме того, на встрече банк предложил властям внедрить в больницах Реутова и речевые технологии. С помощью системы преобразования устной речи персонал сможет заполнять медицинские документы. Надиктованный текст автоматически отобразится в компьютере. Это позволит больше времени посвятить обследованию пациента. На совещании озвучили и другие предложения. Они касались сферы предпринимательства и образования.